Привет, друзья и гости моего канала. Я нахожусь в городе Ярей-Ментау. Сегодня я уезжаю, еду домой. И сегодня у нас 6 января 2022 года. В данный момент я нахожусь в горсад наш. Я иду через него в сторону вокзала. Погода сегодня отличная. Два дня дул ветер, муран такой был. Намело снега много. И температуру я не могу узнать. Почему? Потому что у нас уже второй день в Казахстане блокируют интернет. А у меня мобильный. Ну и такой. Даже нельзя позвонить. Вот если симка Билайн, то я не могла даже дозвониться. И поэтому я даже не знаю, какая у нас погода. Но я думаю, что тепло. Но градусов 5-6. Вот смотрите. Здесь вот тренажерные. Эти приспособления. Вот этот парк или горсад. Я даже не знаю, как он правильно называется. Когда-то, когда я училась в школе, ходила на лёгкую атлетику. И мы здесь бегали 3 километра. Круги нарезали по этому парку. Ну, а сейчас мы пройдём, посмотрим ёлку нашего города. И немножко поболтаем. Вот это здание, оно появилось уже после меня, когда я уехала. Я где-то в 84-е года отсюда уехала. Вот прямо-прямо виднеется школа. Мы потом будем проходить, я увижу. Покажу, вернее, вам. Это вот дом культуры. Сюда мы бегали на танцы. Когда-то в этом доме культуры у нас проходили ёлки, вечера. Смотрели фильмы. Я помню, по-моему, в 8-м классе. Я слыхала одну музыку. Я даже сейчас не помню. И придумала песню. И наши девчонки, только с параллельного класса, они её исполняли на Новый год. Но не сказали, кто это сочинил. И под эту музыку и песню танцевали вальс. Но меня брала такая гордость, потому что всё-таки мои слова. И кто-то поёт. То, что они сказали, ладно. Слова я до сих пор помню. Сейчас пройдём сюда. Ярей Ментау. Раньше здесь вообще ничего не было. Просто вокруг, вот где деревья, была тропинка, по которой мы бегали на соревнованиях. Ну, первое место я не занимала, побегу. Я вообще любила на длинной дистанции, на короткой не очень. У меня всегда были второе и третье. Ходила я на тренировки, по-моему, с 8-го класса по 10-й. Занималась лёгкой атлетикой. Толкание ядра. Второе и третье место у меня было. Ну и побегу на длинной дистанции. Хотя я была высокая, но прыжки вверх, в высоту мне не особо удавались. Удавались, так что я только бегала и толкала ядро. Ой, вообще здорово. Солнышко. Я думала, мороз сегодня будет, но вышло. И мороза нет. Прям хорошо. Я не одевалась даже перчаток. Но сейчас здесь пройдёмся и потом пройдём на площадь и посмотрим, какая здесь ёлка. Пока я здесь была, я вообще никуда не выходила. Не было такой возможности. Сейчас пока иду на вокзал. Немножко пораньше вышла. И решила пройтись и посмотреть. Шла я вот эта улица Багимбая. А параллельно ей была улица Жданова. Багимбая туда, к степи. И вот была улица Жданова, по которой я жила. А дальше уже не было вообще ни домов, ничего. Но сейчас уже настроили так, что сейчас всё есть. Вот этих сосен здесь не было. Это уже потом, после насадили. Были просто тополя. Вот такая вот здесь вот аллейка красивая. Памятник. Снег чистый такой, белый. Но здесь снега много, чем у нас. У нас поменьше. Может быть и у нас уже наметёт, пока меня нету. Канжегалы, Малай-Батыр. Сейчас очень плохо, что нет интернета, чтобы найти попутчика на Индрайв. Я вот не знаю, на чём я уеду. Но вроде бы есть электричка Павлодарской до Астаны. А там придётся... Придётся или на такси, или, может быть, какой-то будет поезд. Так. Канжегалы, Жантай-Батыр. Так. И вот мы находимся на площадке. Вижу снежную горку большую. Хорошая горка. Снега хватило. Сейчас прогуляемся и посмотрим. Вот такая горка. Детишки на пушку катаются. И рядом поменьше. Для детишек поменьше. Вот такие вот фигурки. Качели. Когда я ещё училась в школе, здесь был каток. Большой каток. Всегда играла музыка. Народу было много. Ну, вот катка я не вижу. Может быть, где-то есть. Вот такие вот избушки. Ну, это вот как акимат, я как поняла. А это дом культуры. И вот такая вот ёлочка. Качели. Качели. Карета. Снежные фигуры. Кто это у нас? Ну, я так думаю, что это тигр. Немножко полинял. Полосочки видно, но не совсем. Это крокодил Гена. Чебурашка. Наша медведь. Ну, такая вот площадка. АПЛОДИСМЕНТЫ Это очень весело. Меняkel. Так, а это кто у нас? О, какой-то гномик. Придумали. И вот крокодил Гена. Ой, не крокодил Гена, а этот Змей Горыныч трёхголовый. Ну, а это Дед Мороз и Снегурочка. Ёлочка. Жаль, что не было времени и возможности сходить вечером, когда всё сияет и горит. Но напротив нас там дом такой большой, красивый, и он весь светится. Ну, просто украсили люди очень красиво. Ночью он горит. Вот эти вот сосны, их не было. Их потом уже посадили. Я не помню, что было. Были берёзы тополя. А сейчас вот видите, вот очень много сосен. Конечно, за это время пока, когда я уехала, очень большие изменения. Ну, я снимаю, так как у меня подписчики мои, одноклассники из параллельного класса. Кто здесь жил в Ерементау. Раньше мы назвали Ерементау, без «и». Сейчас он Ерейментау. Вот эта вот двухэтажка. Здесь жила наша одноклассница. Вот в этой. Она против школы. И мы часто бегали к ней. И когда закончила школу, ей должно быть исполнится 18 лет. Они шли где-то, и их сбил мотоцикл. И ровно когда ей было 18 лет, в день рождения её хоронили. Наташа прыгнула. Она худенькая такая была. Вот фамилия соответствовала ей. Она прыгала в высоту очень хорошо. Бегала. Спортсменка была. И вот так вот судьба распорядилась, что в 18 лет она погибла. Вот жила она в этом доме. А напротив вот наша школа. Ну и вот наш памятник солдатам. Здесь, когда было бракосочетание, вот в этом доме культуры, и сюда возлагали венки и фотографировались. И помню первый класс. Мы вот здесь вот стояли с этой стороны. Нас фотографировали. Первоклассик. Да, здесь добавилось вот эти вот, как их, мемориальные доски и фамилии тех героев, которые погибли в годы войны и которые призывались вот именно отсюда. фамилии не видно. Я хотела посмотреть, внесли деда моего или нет. И вот дом культуры. Очень красивое здание. Конечно, хотела, чтобы он сохранился, этот дом культуры. Но сейчас я не знаю. Вроде бы я так слыхала, что планируют какой-то музей. Здесь были танцы, вечера. Смотрели фильмы. Вот там вот была кинобудка. Вот с той стороны, вот где синяя, это была кинобудка. Очень интересно такое здание. А вот это вот здание прокуратура, по-моему, его уже построили позже. Вот, если честно, я уже забыла улицы. Сейчас у них, конечно, другие названия. Калому Ленина. Это улица Ленина, да, была. А сейчас она Абая Кунанбаева. Так, сейчас мы перейдем в дорогу. Здесь одностороннее движение. Следующая улица ехать в ту сторону, влево. А здесь навстречу. Вот здесь вот, помню, был забор. Такой, ну, старый, может быть, кто-то помнит. Они... Здесь он, правда, не сохранился. И, помню, девочка или мальчик зимой языком прилип. Как он кричал. Или она, вот, правда, я не помню. Кричал, все смотрели, кровище. А мы что, дети? Откуда? Мы даже не знали, что делать. Ну, потом, наверное, все-таки отлепили. Но зато запомнилась на всю жизнь. И я знала, что языком на морозе нельзя трогать железо. Вот. И был такой еще случай. Дома дети играли. А раньше были холодильники. Бирюса или какую. И ребенок закрылся, зашел, залез в холодильник, в прятки играли. Его искали, только к вечеру нашли. Это тоже с нашей школы. И вот это хорошо, помню. А здесь вот, в этом здании, вот, так, чтобы видно было. Здесь внизу была школа-интернат. А наверху у нас проходили уроки. Английский язык, я помню. А вот еще какой? По-моему, английский. А вообще вот учились здесь. Вот в этой школе. Школа номер 3. И 120-е. Вот школа. Наши. Вот мы и на первом этаже учились. Вот сюда окна. И на втором, по-моему. А вот это, напротив здания, это был райкон. Райкон, да. И здесь, в этом здании, нас принимали в пионеры. Ой, нет, не в пионеры, в комсомолы. В комсомол. Вот в этом здании. Сейчас здесь суд, по-моему. И вот эта дорога идет на вокзал. Вот здесь вот нас принимали в комсомол. Помню, учили, клятву. Я клянусь быть что-то честным. Дальше не помню. А в пионеры нас принимали в депо. Вот, в депо. Я тоже запомнила этот день на всю жизнь, когда нас приняли. одели нам галстуки. Я не помню, какой был. Были раньше, кто помнит, были такие атласные, как шелковые. И были как тряпичные. Ну, простые. Они так мялись сильно. Я вот не помню, какой у меня был. Но я пришла, и мне показалось, что он мятый. И я его взяла, а, вернее, решила погладить. Включила утюг. Ну, а раньше утюги, помните, какие были? Они просто нагревались, такие слегка тяжеловатые, но не отключались. Но я включила и пошла гулять. Вечером с работы мать пришла. Ручка расплавилась. Какая-то ручка была такая непонятная, или деревянная, ну, красная, как сейчас помню. Красная ручка. Ну, и мне влетела. И я поэтому запомнила день пионерии, когда меня принимали пионеры. Так, ну, а это улица Аблайхана. Аблайхана, 129. А до этого муж Павлова. Можно пройти. Аблайхана. Старые дома двухэтажки. У нас тоже наподобие таких домов в Щучинске. Аблайхана. Но эти как бы получше. Мне так кажется. Вот это улица Женис. Конечно, нужно взять карту и посмотреть. Хотя, может быть, на карте уже нету тех названий. Я помню свою улицу, что я жила. Улица Жданова. А сейчас она уже, наверное, другая. Вот. Подходим уже к вокзалу. Да, как здорово сегодня. Прям вообще хорошо. Погода отличная. Я почему-то думала, что будет холодно или ветер. Боялась. Потому что если даже на такси могут просто не выпустить. на трассу. Если бы погода была плохая. Вот такое вот у нас сейчас в Казахстане. Я не знаю. Всё связано с повышением цен. Как сказали. Ничего не знаем. Интернета нет. Урывками посмотрела. Кто рассказал, что в Алма-Ате что-то ужасное творилось. И поэтому заблокировали всё. интернет. Мобильный интернет. И даже нельзя будет позвонить. Ну, некоторые, конечно, работают. Другие, наверное, операторы. Но у меня белая, поэтому нерабочие. вот здесь вот ближе как бы к линии здесь вот как солончак. Вот эти вот дома уже стоят. Вот это была общага железнодорожная. сейчас эта гостиница. Вот уже очень много таких вот домов у нас старых. Это, наверное, 50-х годов. прямо-прямо автостанция. и наш вокзал. Вот это улица, по-моему, Павлова была. А сейчас она не видна. Оп-оп-оп. Скользко на дороге. Ну, вот и всё. Сейчас ещё сниму вокзал и буду узнавать, чем можно уехать. А, это улица Кинесары Касым. А дальше вот, по-моему, пожарная охрана была вот в том здании. Сейчас там банк какой-то, да, Жасан. И вот вокзал тоже, кстати, вокзал, я не помню. Может быть, он и был когда его выстроили уже после меня, когда я уже здесь не жила. Вот такой вот небольшой город. Конечно, нужно время, чтобы его весь обойти, показать, рассказать, что-то вспомнить. Как говорится, пройтись по волне моей памяти. Кафе «Шокей». Здесь даже пришлось мне поработать на железной дороге на нас год. А потом я уехала. А у нас куда? Железная дорога. Потом я работала на метеостанции. Одна ушла в декрет, и я вместо нее работала год временно. И здесь на станции. А, нет, я еще работала в энергосбытии. Мы ходили, проверяли счетчики. Ну, это сразу после школы, когда не было ни образования, ничего. Ходили, проверяли, ездили по совхозам, проверяли. Я там проработала, ну, лет пять, наверное. И больше я свою деятельность с электричеством не связывала. Хотя у меня есть еще и техникум. всесоюзный заочный энергетический техникум, электрические сети и системы. Я училась в Иваново заочно, когда устроилась на работу в энергосбыт, ну, и нас всех заставили. Был филиал в Астане, и мы там учились, а защищались уже, дипломную работу делали, и защищали диплом в этом, в Иваново. Ну, вот наш вокзал Ярей-Ментауа. Спасибо всем за внимание. С вами была Татьяна. Всем пока. Продолжение следует...